Итак, у нас с вами 12 лекция. И получилось, может быть, несколько несвоевременное в этом семестре, опаздывающее от лабораторных, лекция «Академия объектно-ориентированная программируем». Это серьезный вопрос, потому что есть разные составляющие того, что называется программирование, и есть вещи, связанные с алгоритмами, с математикой, и они, я бы сказал, более фундаментальны, потому что именно математика определяет ваше мышление. И в первую очередь нужно развивать в вас алгоритмическое мышление. Даже не синтаксис какого-то отдельного языка, то есть там «Питон» или «Си» или «Скала», чтобы язык выбрать, и давайте учить его синтаксис. Давайте сейчас разбираться, давайте «Питон», да, выбрали «Питон», понравился, красивые библиотеки, здорово рисуют черепашку. И давайте сейчас в детали уходить этого языка. Нужно понимать, что детали языка – это вещь приходящая. Языки приходят и уходят, а алгоритмы пребывают вечно. Именно алгоритмы являются определяющими для развития мозга. А вы все-таки сейчас еще получаете, хоть и высшее, но все-таки, по-моему, достаточно общее образование. Поэтому именно алгоритмы, они вас сейчас прокачивают, развивают. Именно на них нужно, конечно, делать акцент. Тем не менее, игнорировать вопросы промышленного программирования, промышленного подхода нельзя. Потому что иначе вы будете только долбить алгоритмы и не уметь писать программный код так, чтобы его можно было поддерживать. Я стараюсь как-то дать акцент и на этих вещах тоже. Поэтому вы заметили, что там есть, например, отступление про структурное программирование, которое как-то не вписывается в алгоритмическую линию код. Заметили, да? Вот объектно-ориентированное программирование, оно тоже не дает никаких новых алгоритмов. Абсолютно. Никакого выгадывания по скорости, никакого выгадывания по эффективности нет. Понимаете? То есть это не такая фишка, которая сейчас все нам ускорит, сейчас все нам сделает. Нет. Это исключительно удобная парадигма для раскладывания всего по полочкам. Но вы, наверное, согласитесь, что в доме, где все разбросано, очень тяжело работать и выполнять что-то эффективное. Даже если там все очень эффективное, там, не знаю, пылесос без корпуса, без, там, где-то все, то есть без крышки, вот что-то торчит, какой-то вот механизм, тынц-тынц, здесь что-то прикручено, здесь припаяно, вот, на коленочках там. Все при этом прекрасно быстро работает. Но очень важно, чтобы была некоторая модульность, да, то есть чтобы можно было, было понятно, как это устроено. Понятно? Вот, вот объектно-ориентированное программирование это механизм упорядочивания программного кода. Как это сделать более красивым, читабельным, соответствующим глобальным концепциям? В центре объектно-ориентированного программирования, ну, его сокращают до слов ООП, стоит понятие класса. Что такое класс? Это, по сути, пользовательский тип. Вот, когда я писал, преподаю язык C++, то там есть типы, которые не являются классами. А в питоне здесь вообще тождественно. То есть, в принципе, любой тип – это класс. Ни классов в питоне нет. Все типы являются классами. Зачем нам новое слово? Ну, давайте подчеркнем все-таки, это более традиционно, что это тип, запятая. Пользовательский тип. Что значит пользовательский? Конечно, конечных пользователей тут вообще по мини нету. Сейчас не о них речь. Это не о конечных пользователях, а о программисте, дефис пользователях. Программист есть, который пишет библиотеку, и программист, который использует библиотеку. То есть, пользовательский тип – это имеется в виду тип, который создается программистом для собственных нужд. Нестандартный. Давайте пользовательский, запятая. Нестандартный тип. Ну, надо опять же тут сказать, что это не совсем правда. Это вот, что я еще раз говорю. В питоне все типы являются классами. Ну, вот, например, число. А он вам пишет, исправит, type int. А он вам пишет, да, type 3, например, да. Что он вам напишет? Он вам напишет, ну, если я там интерпретарь перепозру, он вам напишет, что класс int. Как-то так он напишет. Я сейчас не помню, как именно он там оформляет. То ли скобочки, то ли кавычки, но вообще он как-то так пишет. Класс int. Что это? Класс – число. Вот. В чем же особенность классов? Давайте для начала попробуем осознать особенности проблемы хранения реальных, информации о реальных объекте в языке программирования. Допустим, у нас есть какая-то окружность. Что такое окружность по сути? Точнее, чем она описывается? Если у нас уже есть декартовые координаты, будем считать, что есть, без них как-то трудно ее будет описывать, да. Значит, окружность описывается чем? Это положение ее центра, x, y, ну, без этого, эти, на плоскости окружности, да, и r, радиус. Причем эти параметры разнородные, да. Давайте так и напишем, радиус. Чтобы подлиннее было и попонятнее. Нам сейчас понятность. Как я могу хранить информацию по окружности? Могу очень просто. Circle равно, ну, и дальше напишу кортеж из нескольких значений. Ну, там, не знаю, например, 10, запятая минус 23, запятая 15.0. Ну, эти числа тоже могли быть вещественными, там, 10.20, минус 23. Ну, это не принципиально. Все понятно, да? В принципе, можно вот так. Если я захочу сделать какие-то функции для работы с окружностями, там, у меня эти функции будут как раз потреблять кортеж, состоящий из трех значений, но некоторые функции, ну, например, измерить расстояние до ее центра. От точки, радиус-вектор, по сути. Радиус-вектор на центр. Вот я хочу сделать функцию, которая мерит расстояние от центра координат. Да? Значит, я напишу функцию, давайте рядышком ее напишу, d, значит, что она будет у меня называться? Distance, ну, давайте ее просто Distance назову, и все. Distance, она будет потреблять что? Она будет потреблять Circle. Но надо сказать, что здесь совершенно ничего не очевидно, совершенно не очевидно, каково устройство этого Circle. А самое интересное, как именно я буду доставать оттуда вот эти вот координаты. Да. Что я буду делать? Вот здесь. Я должен буду взять и написать Return. Так что? X квадрат плюс Y квадрат. Тривиально, да? Как я буду их добывать? Я их буду добывать следующим образом. Circle 0. То есть, нулевой элемент кортежа, да? X квадрат плюс, я скобку открываю, да, или вот сюда плюс, плюс Circle 1 квадрат. Что можно сказать про эту реализацию? Она некрасива. То есть, здесь ни капельки непонятно и не очевидно, что это X, а это Y. Да и тут не очевидно. То есть, эти названия, они не именованы. Не именованы. Насколько было бы лучше, если бы я говорил вот здесь вот, вместо этого, Circle.X, Circle.Y. Вот эта точка, ну, во-первых, вы уже встречали, видели это много раз, для строк, да, вы вызывали методы строк, вы там добывали свойства какие-то, но у строки, правда, свойства там по-другому, длина добывается. Но тем не менее, да, вы, в принципе, видели эту точку, которая после имени объекта используется для того, чтобы узнать про него что-то. Понятно? насколько было бы лучше. Но в этом случае у меня окружность должна стать типом. То есть, у меня должны появиться каким-то образом вот эти самые X, Y. Есть метод, как это сделать без использования класса. То есть, использование стандартного механизма создания пользовательского типа без всяких длинных сток. Это называется именованные кортежи. Named double. Можно сделать так. Можно без торекового, да, давайте зачеркнем, не понравилось. Сделать так. From Collections. Тут питомно большая библиотека, там все есть. From Collections. Импорт. Звездочка. А, все. Там есть штука такая, называется Named double. Давайте создадим тип следующим образом. Circle равно Named double. И вот эта функция Named double создает новый тип. То есть, это Circle будет новым типом. Значит, как именно? Я здесь укажу в кавычках X, запятая в кавычках Y, запятая в кавычках, давайте я здесь коротко напишу R. После этого я могу написать Circle с маленькой буквы равно Circle и ему передать несколько параметров. Могу через запятую, могу с именованными параметрами. То есть, X равно тому-то, Y равно тому-то. Давайте я сейчас пока создам, как было. 10, запятая минус 23, запятая 15. И теперь я могу пользоваться Circle.X, Circle.R, Circle.Y, пожалуйста, как угодно. Это неплохо. Но, что такое такло? Это кортеж. Кортеж — это замороженный список. Ну, кстати, вариант доступа к нулевому, первому и второму элементам останется у именованного кортежа. Но у кортежа нельзя поменять значение. То есть, нельзя взять и сказать ему там Circle.R равно тому-то. Нельзя увеличить, уменьшить вот так вот. Нет, правда, есть встроенная функция replace. Не будем сейчас это дело делать. Есть способ, как создать кортеж на основе этого именованного кортежа с измененным значением каким-то. Но не суть важна. Смысл в том, что это тоже нас не до конца устраивает. То есть, в принципе, это механизм, который для некоторых вопросов подходит. Есть еще один минус. Я могу взять и заложить туда отрицательное значение в качестве радиуса. И ошибки при этом никакой не получу. Понимаете? А реальная ошибка возникнет уже при факте использования, когда вдруг почему-то в какой-то формуле выскочит под корни минус или что-то подобное. Понятно? Или сравнение с отрицательным числом, когда ожидалось положение. Поэтому надо каким-то образом создавать объекты так, чтобы при этом происходил контроль за содержимым. Чтобы объект висел над своими свойствами и не давал этим свойствам приобрести некорректное состояние. Ясно? То есть, соблюдался определенный протокол по этим свойствам. Выход из этого нормальный, полноценный. Это создание пользовательского типа, то бишь класса. Давайте создадим собственно класс окружный. А, давайте чуть проще. Давайте сделаем вначале класс точка, в котором только х цепляет. Класс point. Сейчас я предполагаю, что 2d. Вообще говоря, самый простой класс можно создать вот так. Класс point, а дальше пэс. Все. Ну, то есть, пэс затычка. То есть, я создал класс пустышку. Класс пустышку. Но если я хочу, чтобы у этого класса на самом деле было что-то, какое-то содержимое, то мне нужно определить у него внутри класса определить его методы. Методы класса, это вообще у класса бывают методы и атрибуты. Атрибуты, это, соответственно, как бы переменные, это его значения какие-то, да, свойства. А методы, это функции, которые можно вызвать для него, для конкретного экземпляра. Вот сейчас я списочек подгляну. Какие? Ёлки-палки. Негодяй. Вот, ладно. Пускай просыпается. О, проснулся. Итак, первый метод, который вы захотите написать в любом классе, это метод init. d, подчеркивание, подчеркивание, init. Подчеркивание, подчеркивание. Ну, сразу. Вот такие вот названия методов с двумя подчеркиваниями слева и справа означают, что это какой-то стандартный типовой метод. То есть, когда вы захотите прикрутить свой собственный метод, вы так не будете его, не называйте его так. Короче, с двумя подчеркиваниями с двух сторон. Это специально для зарезервированных имен. Исходя из его названия, что можно сказать? Для чего он? Конструктор. Это конструктор, абсолютно нет. Да, ну, вы же уже лабо писали, так что вам нужно. Дальше. Это первый параметр. Первый параметр довольно забавный. Называется селфи. Селфи, да? Какой селфи-ж язык. Селфи, это собственно ссылка на текущий объект. Дело в том, что метод вызывается никогда не просто так. Ну вот, у селфи пока нет методов, потому что он не был класс. Ну, скрытым, но не моим классом. Я не знаю, какие у него там методы. Но вот, например, для строки, вы знаете, что для строки можно вызвать, ну, давайте какой-нибудь, с точка лауэр. Так вот, лауэр нельзя вызвать просто так. Ее нельзя вызвать для класса стр. Нельзя сказать строка, в принципе, абстрактная строка, нижний регистр. Понятно? То есть, есть всегда конкретная с лауэр, и когда это вызывается, то это на самом деле получается эквивалентно тому, что я как бы для типа строка абстрактно, да, вызываю функцию лауэр, передавая эту с в качестве первого параметра. Понятно? Если же у меня метод, в частности, конструктор, требует дополнительных параметров, да, а именно, чтобы создавая объект, я сразу мог указать ему инициализирующее значение, то я здесь запишу какие-то, ну, соответствующие параметры, например, х0, запятая у0. Что я сделаю? Я прямо в этом конструкторе создам атрибуты данному объекту, а именно, я скажу, self.x равно x0. Self.y равно y0. А теперь маленькое отступление. Вы уже прекрасно знаете про то, что в питоне ссылочная модель данного. Что у нас ссылается на объекты, соответственно. Есть еще одна забавная вещь. когда вы столкнетесь с объектно-ориентированным программированием в других языках, то питон вам может будет казаться странным языком. Дело в том, что если я создам, вот давайте, сейчас я параллельный, тут я нормальный класс пишу, а рядышком баловство маленькое. Давайте сделаем класс коза. Класс гоа. И у этой козы есть чего? Ничего нет. П. Ж. Я беру и создаю конкретную козу. Говорю, ну допустим, не знаю, как разовую. Зайка. Не заика, зайка. Зайка равно год. Вот так создают экземпляр. Ну это более-менее привычно, потому что, опять же, вы пользовались стандартными классами, вы уже писали лабы, вы знаете, для того, чтобы создать экземпляр класса, то есть объект, вы просто обращаетесь к имени его типа, то есть к самому классу, и со скобками его запускаете. Это запускает конструктор, возвращает вам экземпляр класса. Если вы не написали конструктора init, то он все равно возвращает вам экземпляр класса, какой бы ни врод, какой есть, вернул. Ну у него методы, а теперь давайте этой козе-зайке возьмем и приделаем пятую ногу. Ну ладно, пятую, первую ногу. А именно, каким образом, я говорю, зайка точка лэг равно пять. Это не пятая нога, это первая нога. В смысле, вы скажете, подождите, но этого класса не было ничего. Откуда он лэг? Ответ теперь есть. То есть, класс представляет из себя пространство имен, в котором мы с легкостью создаем новые переменные, новые имена, точнее, не переменные, переменных питаний нет, вы знаете, есть имена и объекты. Вот новые имена, эти имена можно связывать с объектами. мы можем спросить, неужели у класса коза появились ноги? Ответ нет. Нога у данной конкретной козы зайка. Может быть, она перестала быть козой? Нет. Она по-прежнему принадлежит классу год. То есть, у конкретного класса могут, в принципе, быть атрибуты, которых нет у других экземпляров этого класса. Рядом создам козу, не знаю, белка, например, белка, и у этой козы не будет ноги. Тем не менее, их типы совпадают. Ясно? двор. Кстати, несмотря на то, что они одного типа, сравнить их друг с другом не получится. То есть, я не смогу написать, например, принт белка равно-равно зайка. Я не могу сравнить. То есть, при попытке сравнить их на равенство, я получу ошибку. Такой операции с козами не определено. Понятно? Чтобы какая-либо операция была определена, ее надо определить. Да? Вот. Тем не менее, обычно, обычно, я не хочу вот такой ситуации. Обычно я не хочу создавать отдельно ногу у одной козы, а я хочу, чтобы у разных экземпляров одного и того же класса был один и тот же набор свойств. Что у козы есть нога, ноги, сколько их штук. Обычно не в штуках делают. Четыре ноги, рога определенной длины или отсутствуют, 0- сколько сантиметров и так далее. Вымя, дойная, недойная, мальчик, девочка. мальчик. Поэтому новые атрибуты принято создавать в конструкторе. Если вы пользуетесь PyCharm, хотя это и проприетарная штуковина, условно Community Edition, тем не менее, он вам прям будет, если вы вдруг создадите атрибут не там, где положено, то есть не в конструкторе, то он будет вам вот так вот показывать, пальчик говорит, вы знаете, атрибут создан в каком-то методе другом, кроме конструктора, или вообще вне, не очень хорошо вы делаете. Понятно? Ну потому что то, что вы туда прилепили какую-то штуковину, оно неочевидно для последующего использования. Понятно? То есть вы не можете опираться на то, это коза, хорошо, а вдруг у нее нет ноги или есть нога. То есть вам важно, чтобы это было достаточно универсально, чтобы от типа это все-таки зависело. И хотя в питоне это все в ваших руках, и вы всегда можете козе пятую ногу присобачить, вот этого лучше не делать. Все атрибуты определяют два конструктора. Окей. Договорились. Теперь дальше. Смотрим на этот distance from origin, да? From O. Центр координат. Этот метод является он требует чего? Он требует x и y. А в данном случае эти x и y уже и так есть в этом объекте. То есть ему не нужны никакие параметры, кроме самого себя. Поэтому просто distance from origin self. Значит, что я буду возвращать? Ну, я верну вот, собственно, self x в квадрате плюс self y в квадрате. Да? Все понятно. Return self x в квадрате плюс self y в квадрате. А, прошу прощения, забыл корень взять. Корень трататат. Ну, у меня не влезает. А, хозяин, я задь удалю. Удалим. Ос с нашей доски. Это коза. Так, ладно, x в степени 0,5. Поехали. Следующее, что мы делаем. Я хочу, чтобы можно было сравнивать равны ли точки друг к другу. То есть, чтобы можно было писать равно-равно, и он их по-прежнему сравнивает. Кстати, для именованных кортежей, да и просто для кортежей, сравнение определено. То есть, там можно сравнивать два кортежа равны друг другу, если у них все атрибуты равны. Поэтому, в этом смысле, у нас мы приобретаем сейчас нормальное именование атрибутов, да? Но потеряли сейчас возможности, стандартные возможности кортежа, в частности, сравним. Давайте ее восстанавливаем. создадим метод, который будет работать как присваивание. То есть, этот метод не вызывается вручную. Его не будут вызывать вот так, как мы его вот тут видим. Да? с вот таким названием. Но когда мы будем писать сравнение между... Ладно, удалим эту козу. Тем более, ногу не уйдет. Когда я создам а равно point 5,3 и B равно point 3,5, я скажу A равно равно B, чтобы увидеть true или false, да? Вот. У меня в этот момент будет вызвано что? Это будет вызвано A подчеркивание F и B. То есть, вот это можно, в принципе, оформить вот так, но какой дурак будет писать вот так, если можно писать вот так. Понятно? То есть, я могу вызвать метод проверки на равенство для A, предоставив ему B в качестве параметра. А, при этом не забывай, что на самом деле этот A будет отправлен первым параметром туда. То есть, первый параметр это self, а уже вторым будет этот other. Ну, вот эту штуку я назову сейчас other, другой. То есть, я так и назову self, other. А вот такие штуки можно самому писать. Так ему же сами пишут. Нет, потому что надо же стандартно этот. А, новую операцию определить? У питона не такая свободная грамматика, то есть, и только стандартные операции. Умножение, сложение, вычитание, возведение в степень квадратной, скобки, вызов, функции можно. То есть, можно сделать класс, который будет вызываться как функция. Его экземпляр можно будет позвать. Такое можно. Вот. Ну и, в общем, все, что можно, все, которые есть, вплоть до операции умножения матриц. Есть операция специальная для умножения матриц. Вот с версии 3.5 она появилась, или даже 3.5.1 в какой-то момент добавили операцию, потому что Петон частный используют как математический калькулятор. Ну и там плохо, неудобно получается. Нужно переопределять там. Операция есть. Есть. Вот. Ладно. Что я хотел? Я хотел допределить еще эк. Ну что здесь? Я верну равенство только тогда, то есть, когда они равны. Я определяю равенство для них. Это значит, что self.x равно other.x и при этом self.y равно other.y Ясно? То есть, я сам определяю, что такое равно. Ну, кстати, если бы для меня все козы одинаковые, я мог бы написать return true. И тогда все козы у меня послушны было равно-равно true. Всегда было бы. То есть, он честно просто реально выполнит метод, вернет, что отсюда вернется. Вот. Что еще? Есть еще два метода, которые крайне желательно описывать для своих классов. В принципе, если нам сейчас больше пока ничего не надо, можно было бы остановиться, но лучше их сделать. Дело в том, что наверняка кто-нибудь захочет мою точку. Ну, собственно, давайте я тут сделаю. Распечат. Принт А. Да? Кто-то захочет ее распечатать. и второй вариант это представление. Когда представление используется, я сейчас не помню, ее, когда вот я могу сказать, как его увидеть. Если я в консоли просто нажму А и переведу коррекцию, то я увижу не совсем так же. То есть представление строки, оно не такое же, как его. Или представление класса, если вы могли замечать, что есть такая штука, как представление. Для некоторых классов оно совпадает просто с его переводом в строку. Значит, для того, чтобы распечатать, надо, по сути, перевести в строку. То есть, мне требуется скорее не к распечатке, да, вот это дело сделать, а научить приводить к строке. Да? Мне нужно научить этот класс становиться строкой. Я как именно я это буду делать? Значит, это будет у меня в скобочках, в скобочках. Значит, я сделаю этот метод D подчеркивание подчеркивание STR подчеркивание подчеркивание self. у него не должно быть никаких параметров дополнительных комиссеров. И он должен вернуть ту строчку, которая будет печататься на экранную или вот когда преобразую к строке, собственно, становиться строкой. Что я сделаю? Я верну строчку, в которой я напишу скобка процент как это пишется? Здесь другой формат предполагается. Я напишу вот как это? Как я напишу? Хотя не знаю, тоже хорошее знание. Вы знаете операцию форматирования строки? Да? Нет. Не знаете? Ну, давайте тогда я напишу. Операция форматирования строки подставляет вот в такие штуковины подставляет в них то, что требует. Процент да еще. То, что написано потом. Так, только не точка, а процент снова. Только теперь это уже операция за пределами кавычек. Скобку забыл здесь. Скобка кавычка. скобка процент д запятая процент д скобка кавычка процент. То есть это строка форматная форматная строка, в которую я буду подставлять два десятичных числа. Это для языка C, это вообще классика, там по-другому вообще нельзя распечатывать. А нам разве не флот? А? А? Флот. Знаете, ребят, я сейчас это не помню. процент F тогда. А D это что? D это целое. Почему 2%? Целое десятичное. А? Почему процент? Потому что это классика с 72-го года создание языка C, а может быть и раньше. Форматные строки, они пишутся вот так. Надо сказать, что в питоне используется более продвинутый способ, но так вот тоже можно. В этом случае у меня последовательность параметров, которые будут туда вставляться, последовательность и сил должны совпадать. Ну и я сюда напишу соответственно на что? self.x запятая self.y А, то есть это просто запись, которая self.x переводит во флот, из строков. Нет? Да, и сразу подставляют ее в нужное место строки перед этим скобочком. Понятно? А if это указывает на тип self.x? Она указывает на тип его, да, и там можно некоторые дополнительные параметры форматирования, то есть сколько знаков его, там научно-не-научно, смоти с экспонентой или через запятую писать вот длинненько. Вот как-то так, и что еще? И второй метод def.repron это тот, который representation, то есть его представление. Representation он должен содержать максимум информации о содержимом этого типа для операции запаковывания, распаковывания этого класса при сохранении объектов в файле. Ну, такие есть там операции, такие нужды бывают реально сохранить информацию в объектах и с памяти в файле. Для этого используется representation, repo, соответственно. Ну, и требуется что? Сохранить информацию о типе, да, то есть что это на самом деле point. Вот. Ну, и второе это подготовить его к восстановлению, то есть я должен ему сунуть так сюда, вот это я напишу как раз с другим способом форматирования строки, тоже с форматной строкой, вот, но так как оно написано в книжке Саймерфилда. Значит, этот, здесь с использованием битоновской, еще раз, фишечки с форматирования строки. Значит, смотрите, point, это для того, чтобы можно было восстановить ее, когда буду загружать из файла, да, то я могу его интерпретировать в строчке, и тем самым восстановить вот эту штуку вместе с именем класса, да, название класса, и я параметры буду записывать так, как они у меня в конструкторе. Значит, и что я пишу тут в фигурных скобочках 0.x восклицательный знак r. Почему не знаю? Сейчас сказать, я не понимаю, почему здесь восклицательный знак r, но оставим, как оно написано. Я сейчас подсмотрю, может быть, и скажу. Запятая, то же самое, только 0 в фигурных скобках, точка y, тоже восклицательный знак r. Так. Дальше. Круглая скобка закрывается, кавычка закрывается, и после этого используется метод не процент, вот тот вот, а метод точка формат. Для строки есть такой метод, можете проверить, что есть такой метод формат. Вот. ему передается sel. Вот. Что здесь продвинуто? И что здесь значит? 0 это значит, что у меня у этого формата здесь могло идти несколько аргументов. И 0 значит нулевой из них. Первый. Первый. точка x это значит, что я у него, у этого нулевого буду добывать x. То есть нужно у него вытащить атрибут с соответствующим названием. То есть в питоне, поскольку он объектно-ориентированный, у него при форматировании строки есть сразу методика добывания с атрибутами оттуда и подстановка их форматную строчку. Поэтому прямо внутри форматной строки прям в кавычках я пишу какие атрибуты нужно из самого себя туда добыть. И он справится с этим он благополучно добывает эти атрибуты и подставит их туда. Вот. Ну вот простейший такой простейший класс, но который обладает уже и какие-то дополнительные возможности кроме сравнения на равенство еще и возможность распечатать его. Тут можно print-a теперь просто так писать он будет печатать скобочках через запятую ик запятая и возможность сохранять файл и добывать оттуда восстанавливать удобным образом эти точки. Ясно? Такой вопрос. А может быть несколько конструкторов? Нет. А как делать первое? Давайте это хороший вопрос. Создавательной строкой Си плюс-плюс учил в школе, да? Нет. Си шарпы учил. А, си шарпы. Ну какая принципиальная разница в смысле того, что есть плохой опыт. Я не помню. Хороший лад. Я не помню. Но смысл в том, что перегрузка функции, то есть несколько функций с одинаковым именем в питоне отсутствует. надо создать следующее. В питоне вот это не вызывает перегрузки. Не знаю, сейчас давайте что-нибудь return 2х. 2 умножить на х, да? И вторую функцию еще раз от х, у там не знаю, return х плюс у. Вот в си плюс плюс вот такая штуковина она к чему приводит? К тому, что у нас появляются реально две функции с одинаковым именем. И когда я буду вызывать функцию с одним параметром, то он будет вызывать эту. Когда я вызываю функцию с двумя параметрами, то он будет вызывать вот эту. Понятно? И он каждый раз компилятор си плюс плюс будет пытаться разобраться. так, я могу из множества функций с названием f выбрать подходящую или не могу? А если у него конфликт происходит, то он говорит у меня ошибка перегрузки функции. То есть я не могу определиться. Причем есть целая пятиуровневая система выбора. Я в следующем году буду вам немножко рассказывать, если вы доживете, я доживу. Вот. Понятно? В питоне будет реакция следующая. Он вот здесь скажет извините, такой функции нет. Причем ошибок других не будет. Здесь ошибки, не здесь ошибки нет. Что произошло? Мы определили функцию f. Внимание. У нас f это имя. У меня есть а функция это что? Спать нельзя. а функция это объект. Функция это объект стандартного типа класса. Функция это объект класса, но стандартного. Не пользовательского, не тот, который я написал. Это стандартный. Так? Я что сделал? Я сказал, у меня есть имя f, которое указывает реальный объект типа фанкшн. фанкшн. Да? То есть, у меня есть объект типа фанкшн. Это его тип. У него есть программный код, ну, собственно, текст этой функции. Кстати, есть документ строка. Документ строка у него есть. Если я впишу вот здесь вот документ строчку какую-то abc, ну, я ее сейчас в одинарных двойных кавычках, тем не менее, у этой функции есть дополнительный атрибут документ строка. Он автоматически будет. Не является программным кодом, но рядышком лежит как атрибут. Это объект. Понимаете? А дальше что я сделал? Я сделал следующий объект, новый объект. Да, он такого же типа. Понимаете? Но f начал указывать на него. Значит, на этот объект больше никто не ссылается. Приходит больше к мусору и до свидания старый объект типа. Понятно? То есть, все строго так же, как и было. Функция это объект. Функцию можно как объект передавать в другие функции. Это понятно? Да. Но это элемент функционального скорее программирования, чем объектно ориентированного. Хотя, то, что они сочетаются друг с другом, это забавно. Более того, у функции могут быть атрибуты. Про это отдельно еще. Так, базу я рассказал. Мне нужно сейчас будет рассказывать вам наследование. Давайте мы сейчас... Значит, еще раз, перегрузки нет. init, если вы напишите еще раз, питон промолчит, пайчарм подскажет. Мягко подскажет, что ребята, нехорошо. А вы должны внутри самого init'а разобраться в зависимости от этих параметров, сколько их штук вам дали. но если вы у параметров сделаете значение по умолчанию, вы можете разобраться, сколько их реально штук дали. Вот. И, ну, соответственно, в зависимости от этого как-то себя вести или так, или иначе. Так, пять минут отдыхаем, я готовлюсь к следующей части. Обработка исключений. Ну, давайте так, исключения в паре. Исключения в паре. Вы с ними, конечно же, сталкивались. Любая ошибка в питоне обрабатывается через вызов исключительной ситуации. Давайте разберемся, что это так. Предположим, у меня была главный контекст. Да, то есть, вот этот самый main, когда мы даже не в функции находимся, а вот этот самый уровень модуля. Да, вот я вот так это напишу, if name равно-равно main, то есть, в смысле, мы сейчас вообще вот на уровне модуля и этот главный вызванный файл. Да, то есть, вот некоторая функция у меня вызывает какую-то другую функцию. Та функция, та функция, функцию А. Функция А называет функцию Б. Функция Б называет функцию Ц. Ну, помните, как строительство у нас было, да? Это самый пользователь позвал менеджера, менеджер прораба, прораб рабочего, рабочий колхозник, этого, подрабочего, да? А у него случилась какая-то ситуация, которую он не может обработать сам. Ну, не знаю, но есть там типовая ситуация, не знаю, земля, тот, который возит землю, да, из-под ямы, помните? Да? У него в тачке прилипла земля. Ну, он лопаткой ее тынц-тынц и обработал сам. А бывает проблема такая, что у него тачка, у тачки, там, не знаю, колесо с оси слетело. Он приезжает к рабочему, и у меня колесо. Ну, это типовая ситуация, и обработку такой ошибки, в принципе, можно было бы наладить просто на возвращаемом результате. То есть, этот ретернет ему что-то особенное, тот, глядя на это что-то особенное, говорит, непорядок, дай почини. Но, но, иногда возникает такая ситуация, когда проблема этого подрабочего, да, как бы, разнорабочего, его проблема не в том, что тачка сломалась, да, а в том, что, например, пришли и украли тачку, да, его побили, да, и эта проблема, или пришли, сказали, ты куда вообще землю грузишь, это не твой участок, да, вот, и разбирательство, твой участок или не твой, должен даже не менеджер вести, да, допустим, а там пользователь, ну, если пришли там судебные приставы и говорят, извините, этот участок вообще вам не принадлежит, так, тут никто из вот этих товарищей не поможет, то есть, ошибки разного рода должны обрабатываться, но иначе у нас будет строительство неустойчивое, то есть, при любой ошибке у нас бдыщ, и оно прекратилось, понимаете, а проблема, когда тачка сломалась, да, или украли тачку, из-за этого не значит, что нужно дом переставлять строить, смысл в том, что мы хотим повысить устойчивость программы к ошибкам, да, и ошибка, которая возникает вот здесь, вот, да, она называется исключение, ну, от слова исключительная ситуация, ксачи, исключение, я могу характеризовать это следующим образом, исключение, это та ситуация, когда функция хочет вернуть нечто, не того типа, которого ожидает получатель, она хочет вернуть экстренным образом, но ей есть что сказать, есть информация, она хочет какой-то объект донести, и кому-то отдать, можно так сказать, чтобы таджику пришли его бить, а таджик побежал, и он бежит, ааа, говорит, у меня бьют, рабочий, я не могу решить эту ситуацию, ну, допустим, да, он бежит дальше, аа, это такое, то есть, исключение пошло дальше, и ждет той ситуации, когда оно будет перехвачено, то есть, когда какая-то из ранен, то есть, у нас что происходит со стеком вызовов, да, у меня вот здесь стек вызовов глубоко заполнен адресами возврата, и не только адресами возврата, да, в питоне каждый вызов функции порождает пространство мед, то есть, есть имена ссылки на какие-то объекты, то есть, параллельно с разворачиванием стека у меня уничтожаются временные имена, и сборщик мусора не ждет, он тут же съедает объекты все, которые, на которые больше никто не ссылается, поэтому очистка стека вызовов это не только адреса возврата мы чистим, да, то есть, у нас вот пошла развертка по этому стеку вызову, и он судорожно ищет, ну где, 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 кто умеет обработать это исключение, если даже тут никто не обработает это исключение, то он что сделает, он вывалится в консоль, ну то есть, программа просто прекратится, то, что вы обычно и видите, когда случается исключение, а стандартный, ну скажем так, сработает стандартная обработка исключения, которая и состоит в том, чтобы прекратить работу программы, но перед этим что сделать распечатать весь так вызовом просто губ бросить вам весь так вызовов все эти функции где в каких строчках вы были и тип исключения то есть в принципе чтобы вы понимали что случилось то есть в них не очень просто бывает разогнула хотя не так уж и сложно видно можно разобраться кто кого вызывал если внимательно вы читали аж содержание ошибки можно разобраться почему она произошла и кто при этом какой вызывал какой рабочий послал его грузить эту тачку куда он его послал что послал к соседу и не зря стали виноват рабочие в общем я к чему я к чему нам надо научиться обрабатывать исключения для этого существует следующая конструкция try я говорю рабочий посылает этого таджики попытайся отвести эту землю туда он подозревает что может случиться а если что как сказать ты приходи ко мне дальше он делает что угодно в частности вызывает функции то есть здесь я одну давайте комментарий напишу здесь делаем потенциально опасное действие опасное действие но смысле того что она может вызвать исключение а потом вот здесь вот пишем except так сейчас секундочку except а дальше я пишу тип этого исключения если я здесь напишу просто try except вот так вот то это будет плохая обработка исключения ай а чтобы не было приходи ко мне в этом случае рабочий мнит о себе что он может решить все проблемы это неправда потому что в этом случае ошибка ошибка же должна в конечном счете быть или корректно обработан или она должна быть донесена до пользователя пусть лучше уж прекратится программа чем ошибка будет обработана некорректно поэтому вот такую конструкцию писать не стоит try except особенно когда при этом еще ничего не делали три except пест тупо блоге а плевать его пьют да ты приходи если придут приходи ко мне убьют ошибка сюда еще раз следующий раз создается еще раз новый вызов функции а он опять не успешно ошибка не обрабатывает дело не делается поэтому естественно что во первых нужно обрабатывать конкретную ошибку а во вторых реально как то обрабатывать вот ну например у нас часто с вами случается какая ошибка value error вы сунули что-то что не является числом и попытались вы сложить или домножить на число сложить с числом строку value error ошибка значения попытались превратить в целое число на какое нибудь число дробно и вот строки в которой точка или даже буквы содержится так вот давайте с вами по except value error например условно например работа вот сего сей функции составила в том чтобы переспрашивать у пользователя еще и еще раз число пока он не ведет число меньше чем 1000 а пользователь взял надоело но написал ему нет буквами да а функция это не обрабатывает эту ситуацию да и отбрасывает это назад а эта функция должна поймать вот например try cycle input try cycle input except value error и здесь если что что ну например в этом случае давайте print ах ты негодяй негодяй вводи цифры ну это зависит от ситуации то есть это не общее это нужно конкретно понимать что при этом там произошло да вот однако сама value error value error это тип то есть некий класс это не объект это класс то есть ошибка она типа типа ошибки значения да при этом при этом я могу доступиться к самому объекту я вот здесь могу дописать специальное слово as ну и давайте назовем ее каким-нибудь словом error с маленькой буквы error о вот теперь у меня то есть здесь пока не было этого я как бы не интересовался содержимым объектом мне надо было значит что это в принципе ошибка типа неправильного значения а вот так я теперь имею возможность конкретно доступа к вот этой сжатой укомпрессованных объект информации о ошибке ясно то есть я могу вот здесь вот принт негодяй вводит цифры а еще ну например ну давайте что-нибудь простой просто print error то есть прям эту информацию еще и напечатать на экран правда еще то что я напечатал на экран это плохой обработка ошибок пользователь увидит и увидит да ну давайте еще призвем программу потому что иначе программа продолжится как будто бы это выполнено да вот а кстати есть еще одна интересная возможность ну понятно дело что по окончании обработки ошибки мы считаем что она обработана и программа в этом месте продолжать то есть тот кто поймал исключение тот то есть у нас исключение на этом человек останавливается то есть полет разворачивание стыка прекращается обработано поехали спокойно исполнять дальше то есть вот здесь вот я могу проверить например так или не так и если что там перезапустить операцию делать ее циклически пока не успешно она сделала ну бул какой-нибудь поставить в самом конце что ащи успешно то понятно да теперь еще один интересный что он выдаст а ну у типа ошибка тоже есть метод спр и он умеет себя распечатывать но что-то будет стоять он что-то распечатает а вы когда стандартно вываливается стек то там есть содержание он это пишет так что вы это дело видели но я не воспроизвожу длинная строка там и конкретная то есть что там инфа то это невозможно к стоять а точно пишет ли у нас есть ошибки да вот мсг что ли там называется месседж но error . msg можно было бы так ему доступен но я вот так разверну ладно смотрите теперь еще есть интересная штука бывает такое я в принципе исключение ловлю да то есть если тебя как сказать придут бить приходи ко мне говорит рабочий но если к нему пришел таджик он смотрелся в содержимое ошибки и понимает что там пришло их пятеро и он один с ними не справиться то он начинает как сказать бежать вместе с таджиком то есть они побежали дальше вместе звать на помощь то есть в при некоторых обстоятельствах обрабатывая ошибку я могу пробросить ее дальше сказать эта проблема которой я к сожалению не вниз но не справиться не могу решить поехали дальше понятно то есть при обработке ошибки можно бросить ее дальше в этом случае я просто могу сказать слово raise собственно первый раз звучит слово как вызывается исключение правда здесь я не пишу какое да и она будет и так можно писать только при обработке исключения я сейчас даже вот я по наитию говорю так вот я помню с прошлого года я не подсматривал сейчас вот как у нас собственное исключение сейчас одну секундочку я подсмотрю чтоб я не совсем набрал да просто рейс то есть и можно разобрать ситуацию что именно вот но в конечном счете если что можно просто рейс то есть продолжаем пробрасываем его дальше пробрасываем его дальше чуть-чуть при этом мы там могли успеть напечатать ты негодяй вводи цифры и программа все равно ну если никто не поймает прекратится так а что рейс выбрасывает что он выбросит а? что он выбросит то что летело то есть тот же самый объект error или то есть в принципе я могу написать raise error то есть явно указать что то же самое а можно не указать просто raise ну кстати да в принципе raise она похожа на return работает то есть вот никаких скобок нет как и return что-то так и raise что-то только еще раз return он возвращает в то место откуда звали и нет вот этого вот разворачивания если там вдруг никто не сохранил вот например кто-то вызывает вашу функцию да но результатом не интересует не написал y равно f от x ну питон вернет сюда значение оно никому не надо ну и плевать выкинул этот временный объект и поехали выполнять следующую строчку да в случае с raise он именно вот так сказать ищет 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 кто же примет причем примет это именно вот такой конструкции бывает такая ситуация когда рабочий у нас будет обрабатывали какой-нибудь прораб он обрабатывает много разных исключительных ситуаций то есть вот в процессе сложного действия заложить фундамент может много чего случится к нему могут прийти по этому поводу по этому поводу по этому поводу total fail то есть какие-то там существенные так вот в этом случае будет несколько блоков except вот например except value error это один тип ошибки да а есть такая ошибка как key error ну помните у словаря если кто-нибудь когда-нибудь у словаря пытался добыть значение с неизвестным ключом которого там еще нет то он пишет key as или у массива у списка элемент у которого индекс нет такого индекса всего 4 элемента мы добываем 4 элемент с индексом 4 какого нет или 10 индекс error ну давайте обработаем except index error например я сейчас не буду писать as error просто получается что я здесь могу ну не знаю я только напишу print опа ну я сейчас не буду реально обработку никакую имитировать в общем логика понятна да в принципе можно и такого типа и такого однако бывает такая ситуация что одна ошибка является одновременно при этом другой а давайте подождите это это сейчас я скажу последний кусочек по обработке ошибок это блок finally после try и except последним стоит finally то есть в конце концов у него параметров нет просто finally и здесь какие-то действия которые будут по-любому вот я бы это дело перевел на русский язык по-любому так и запишите через дефис по моему пишется да это слэк конечно но это будет выполнено по-любому то есть в любом случае было исключение не было исключение это будет выполнено всегда ну давайте принт всегда но например когда вы начинаете какое-то действие да у вас есть например вы открываете ресурс открыли файл вам обязательно его надо закрыть неважно будет обработано исключение или закончится нормальным образом этот try или же самое забавное представьте себе что у меня вот в этом месте вот в этом вот блоке да вообще нет такого вида исключений то есть у меня пролетал мимо таджик с тем что его бьют а я вообще не обрабатываю эти исключения только чиню тачку если что то есть пролетало мимо исключений и стек вызовов разворачивалась и мой вызов функции сейчас должен прекратиться все переменные все имена должны очиститься и все соответственно объекты скинти на сборщика мусора да тем не менее перед тем как это случится весь остальной текст вот там есть остальное в теле этой функции так вот это остальное она не будет вызвана потому что сейчас решается срочная проблема мы прекращаем вызовы всех функций возвращаем идем ищем место где же кто же решить эту проблему но вот это будет выполнено по любому он выполняется всегда даже если тут мимо летит исключение или обработано не обработано нормально понятно зачем чаще всего он используется для того чтобы закрывать открытые ресурсы то есть try открыть какой-то ресурс установить соединение что-то еще то есть ситуация такая что стандартная очистка на просто тупо очистка памяти она не закрывает автоматически некоторые ресурсы она может автоматически не закрывать файл она не почистит какой-нибудь буфер временно открытый она не сохранить что-то на диск она не закроет соединение в общем нужно корректно завершаться вот эта штука на корректное завершение специально это значит ясно ок так теперь с исключениями в принципе разобрались значит а теперь наследование скажите пожалуйста если мы рейс не напишем то мы получается не сможем написать последующий except нет вы не совсем понял а я в том что вот этот рейс который вот тут вот он приводит к прекращению вот этой функции как так вот это вот не знаю это все внутри функции c она вызывает вот здесь вот например вызывает функцию d вот этот рейс он прерывает вообще работу этой функции то есть как ретерн только хуже понятно то есть это рейс не сюда ниже а это вообще вот дальше в ту функцию из которой вызвано c при этом c сама не знает какая ее функция вызвала но она просто возвращает туда откуда вызывали а если не туда то дальше пока не развернется весь контекст ясно то есть она прерывает работу функции d прерывает работу функции этот рейс мы уже внутри функции c то есть внутри d случился какое-то прерывание то есть был рейс да он мог быть не нами совершенным но автоматически произойти да ну кстати я не сказал про вызов когда мы хотим бросить какое-то исключение то мы делаем его рейс а дальше пишем что в принципе можно даже числа бросать как исключение но это некрасиво не хорошо есть иерархия исключений которой принято в пользу давайте лучше вот сюда ее отображу но знаете у нас времени маловато на иерархию этих исключений я могу вам сказать где ее посмотреть где там возбуждение стандартные исключения но в общем есть базовая exception 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 а дальше начинается их разветвление вот там начинается арифметическая ошибка environment error еуф-эрор лукап-эрор и вэлью-эрор я сейчас не буду для начала мне нужно пояснить хотя бы то что я вообще-то нарисовал потому что что это за стрелка что это за два квадратика понятно что я там нарисовал это кусочек диаграммы классов вот давайте с вами сейчас следующая тема это наследование наследование классов потому что без наследования классов нельзя описать нормально вот эту иерархию исключений оказывается когда я описал класс point а с какого класса мы сегодня начали церковь точнее тип церковь да я начал с окружности а продолжил точкой но мне хотелось бы такие окружности понимаете что я сделаю я скажу давайте так я буду считать что ну это странно конечно я буду считать что окружность это точка с радиусом может оборот нет я хочу то есть у меня окружность расширяет возможности точки понятно это не совсем корректно с точки зрения абстракции и чистый как сказать по-честному надо было бы заблокировать и сказать это неправильно you have wrong abstraction у вас неправильная абстракция но тем не менее я так сейчас делаю я сделаю так в соберфилде написано я просто повторяю на многих учебных примерах можно попридираться ну давайте итак я делаю класс circle и говорю что он точка отображают пока что давайте сейчас я пока ну чтоб корректная была конструкция тут напишу пэс потом чуть-чуть раскрою но смысл следующий что у меня есть класс . который на самом деле тоже уже участвует молча в иерархии не явно скрыто он является под типом объекта класса object в питоне все является под классом класса object но про это нам как сказать никто не говорит в брать какая молчок питон молча раз и всем подтыкает тот же в качестве предка да и собственно отношение которые я здесь изображаю они действительно напоминают генеалогическое древо и отношения потомок предок так они в принципе называются значит point и circle у меня возьмем итак выслушайте меня внимательно объектно-ориентированном программировании много всякой сложной навернутой терминологии при этом само ООП не сложно просто очень много слов теперь внимательно слушайте этот класс называется базовым а это производный а другие программисты скажут по-другому это класс предок это класс потом это над класс это под класс ну или по-английски супер класс сам класс да значит еще раз давайте по-английски base derivative да супер sub класс да супер класс сам класс да можно сказать это child класс по-русски дочерний а не сыновни дочерний класс родительский класс вы поняли логику да это много достаточно терминов все одно и то же обозначаем правда класс предок может быть и дедушка класс потомок может быть и внук и право в чем заключается это отношение дело в том что у нас а круг будет идентифицироваться как точка есть специальная функция которая проверяет из instance из instance вот я даю ей некоторого икс и хочу узнать какого он типа вот есть два способа проверить тип класс новый способ тип x рangle равно кой вы согласитесь что круг это не точка поэтому он дайп amx в реалл серку логично миров но бой ci Ну, например, я функцию distance писал, ну, там она сейчас уже заложена внутрь, но если я запишу какую-нибудь функцию, которая для точки работает, да, и она проверяет, не является ли она точкой, то если она проверит это вот так вот жестко, то она не будет работать для окружности. Понятно? Потому что типы различаются. А если я проверю это мягко, то я говорю, она потомок, она является его инстансом, то есть она является его, есть еще одно слово вот это, про вот это дело, специализацией. То есть вот эта штука, она как бы специализирует точку, делает ее более специально. Так, ладно, что еще не сказал? То, что у меня автоматически, автоматически все методы точки у нас следуются. Однако, если я напишу вот здесь, вот конструктор, definite, self, да, ну, я, естественно, хочу x0, y0 и r принимать в качестве параметром для создания окружности, да, то возникает вопрос, а конструктор, как бы, а x0 и y0, они будут те же, как бы мне вот делать так, чтобы тот конструктор тоже срабатывал? Ну, ведь меня, меня интересует, что, чтобы я, как бы, вот при помощи того конструктора не повторял вот это все, а просто сказал, точка, создай, как бы, создай то, что там было. Мне, получается, нужно вызвать этот конструктор. В языке C-Sharp он вызывается автоматически, и все присутствуют. То есть, это, правда, нет, есть список инициализаций в плюсах, я не знаю, как в C-Sharp, но, по идее, должен быть. Я не помню. Вот, но смысл в том, что в питоне конструктор предка не будет вызвана. А значит, поскольку атрибуты создаются в конструкторе, то у меня может получиться, что потомок не имеет всех атрибутов предков. Поэтому первой же инструкции в конструкторе потомка должна быть следующая. Супер. Ну, что значит супер? Это не супер, в смысле, да, это суперкласс. То есть, я со скобками супер вызываю, и тем самым я говорю, надкласс, как бы, да, вот мой надкласс, ближайший предочек, да, то есть поинт. Для него вызываем, так, сейчас, что там я вызываю? Инит. Причем я здесь его вызываю явным образом. Вот это единственное место, где он так вот, инит мелькает совсем явно. Я явно зову конструктор. При этом self мне передавать ему не надо, потому что я автоматом как бы уже self там, да, мне остается только передать ему, что те параметры, которые требует конструктор предков. Он требует x, y. То есть у меня после вот этого вызова у меня произошло то же самое, и у меня у окружности теперь точка x, точка y, да, они уже есть. Self x, self y уже определены. Осталось только что, self точка r равно r, ну, 0, да, r. Все. Ну, расписывать все остальное я не буду. Ну, понятное дело, что там нужно немножко модифицировать равенство окружности, ну, если это три параметра, он будет другим, st, rep будет другим, да, то есть их нужно будет заместить. Потому что сейчас у меня при попытке сравнить две окружности друг с другом, если у них одинаковый центр, он будет говорить, это одна и та же окружность. То есть он будет пользоваться по умолчанию методами предков. Это неплохо. То есть если что, он сможет воспользоваться методами предков. А они не такие тупые. Они не полностью все описывают, что нужно, но все-таки они описывают. Описывают. Ясно? Ну, на этом мы вынуждены закончить. Спасибо вам большое. Проходите раньше.